Достижение Путина Но то, что он поднимает Россию, в принципе, это очень хорошо Я не так сильно интересуюсь политикой, чтобы назвать какие-то достижения, но могло ли бы быть и получше? Ну, если только увеличение земли российской, и что еще можно назвать? Ну, реформы какие-то, все равно жизнь идет к лучшему А вы? Я затрудняюсь ответить Ну да, могу, по сравнению с тем, что было, лучше, конечно, стало Но я бы Пальмиру не восстанавливала, потому что уровень жизни в некоторых регионах низкий Для того, чтобы уделять внимание другим странам Скажите, вы можете назвать достижения Путина за время его правления? Ну, вы знаете, я не слежу за политикой, поэтому я не буду ничего говорить, я не знаю Ни просчет его, ни достижений не можете назвать? Нет Перечислять все? Ну, если их много, да Галя перечислит Не, ну мне присоединение Крыма очень симпатично А достижения? Ну, если честно, до Крыма мы жили богаче Политика Проявили Крым, ура! Это главное И везде обсуждается, даже у нас в Казахстане, что Путин молодец Безусловно, Крым Безусловно, поддержка Донбасса Ну, Ливия, Сирия Ну, то есть, внешняя политика в основном очень примечательная Ну, может быть, в плане образования улучшилась система образования, то есть ЕГЭ А просчеты его можете назвать? Ну, я бы не сказала, что очень сильно слежу за политикой, так что, наверное, нет Нет Ну, как нет? Я не знаю И ЕГЭ ЕГЭ? Конечно Я считаю, провал Его? Его, да Это при нем было введено и зря, на мой взгляд В его действиях нет, но переводить летнее время, когда было летнее время, не переводили, было не очень хорошо А провалы какие-то были в его правлении? Лучше не надо Начну говорить плохо, не хочу У нас можно говорить плохо Дело все в том, у меня больше хорошего, а плохое я не люблю говорить, вот и все Провалы? Ну, вот мы сейчас в провале, кризис Самый большой провал, наверное Хотя все говорят, что это не провал, но это же все-таки есть провал А просчеты его какие-то можете назвать? Вот, честно говоря, я с вами могу поговорить о Боге, эзотерике, о душе человека, о духе Вот просчеты политики и производства мне меньше всего волнуют, если честно Я уважаю любого политика, который стоит, он и я, на мой взгляд, это Богом поставленное лицо Если стране нужно пережить с этим политиком какую-то историю Это историческая необходимость И личности оценивают субъективно всегда И личности много мнений И так было всегда в истории Все же есть правитель, который поставлен волей судьбы на это место Значит, необходимо его просто любить, давать ему поддержку А уж как он будет ошибаться, эту историю рассудит И не нам судить, честно Это мое такое мнение А вы как считаете, есть у него какие-то просчеты? Я могу присоединивать Я уже замерзла Все, спасибо Просчеты? Да, наверное, нету просчетов Я так не думаю Потому что у него есть просчеты Нет, этого нет, у нас про просчеты вообще ничего нет А вы как считаете? Даже не знаю, что сказать Я считаю, что просчеты есть у любого человека Но человек, который не ошибается, ничего не делает Безусловно, вся внутренняя политика Это один большой сплошной провал Во-первых, взлет цен Ну и еще такие вещи, как Телеканал Дождь, Теха Москвы Слишком большая гласность Ну, Болотная площадь Слишком много им позволяет Мне кажется, это большой просчет То есть гласность Это провал Путина? Нет, ну, там перебор Когда телеканал Дождь проводит такие социальные опросы Как стоило ли защищать Ленинград Мне кажется, такие вещи просто нельзя закрывать глаза Должна быть какая-то цензура Скажите, пожалуйста, вы можете назвать хоть одно производство в России Без иностранных комплектующих? Нет, не могу Я в этом не стильна вообще, к сожалению А вот по вашему мнению есть что-то, что чисто российское производство? Какой-то продукт? Скорее всего, есть, может быть, какие-то пищевые продукты Может быть, молочные О, производство? Смотря какое Ну, это в какой я работаю Если в ювелирной, то это ювелирный императорский завод Я думал, там вряд ли есть что-то иностранное Все советское, вплоть до оборудования старого Все Советское еще, да? Советское именно Остальное я не знаю, остальные мне не интересуются Есть, производят стенты, которые вставят в сердце, да Они называются... Калибри То есть 100% русское производство? Да Ну, они не очень хорошие, но русские Нехорошие? Нет Но главное, российское НПО автоматики, наверное, оборонное А вот помимо обороны? В СМПО Расшифруйте, пожалуйста Это... как он, верхний салдинский комбинат этот Чего он там? Металлургический, да? Без иностранных заводы ракеты делают для Индии А он когда завод-то основан? Основан, не скажу когда Знаю, в городе Оренбург находится До 91-го года или после? До Советский завод, да? Советский завод Ой, я в этом не знаю Я тоже не разбираюсь Че у нас продукт? Какой у нас чисто российский? Ну, чисто, наверное, скорее всего нет таких производств Вся иностранная, да? Ну, хотя бы комплектующие какие-то должны быть В любом случае У нас есть металлургические комбинаты В Сибири, например, на Новокузнецке, на Запсибе есть Там построено в советское время все еще Советские, да? Ну, скорее всего, да Потому что там нет комплектующих Нет, там нет Ну, вообще, я информацией не владею, если честно Поэтому это будет неправдоподобное мнение А мы не знаем Мы же из Казахстана Это ЧТПЗ Челябинский трубопрокатный завод В принципе, интересное производство Вообще, у вас производств очень много Я знаю Барнаульский завод ЗАУРО Редакционно-охладительные установки Ребята, молодцы Развили производство Сами Как сказать От нуля до пуска в эксплуатацию Очень интересно, ребята Наша отечественная, если пища, продукция Может быть, книги выпускают тоже отечественные компании То есть, что-то вроде того Ну да, это, в принципе, Росельмаш Это ростовская фирма Они раньше поставляли иностранные комплектующие Но вот в этом году они полностью отказались от них И двигатели собирают сами Раньше они двигатели немецкие заказывали В принципе, я-то могу вспомнить Но сейчас достаточно трудно Разве что только Росельмаш Нет У нас есть какой-то чисто русский продукт? Хорошего нет Скажите, как вы можете оценить условия жизни в России По пятибалльной системе? Три А почему? Не два или не пять? Ну, потому что А вы как считаете? Три тоже, несмотря в каком регионе От города зависит В каком жить Мы с другого региона Мы оцениваем там сейчас на два В связи с экономической ситуацией Два Нет, почему-то четыре Нормально, да, все у нас? Ну, не все нормально Но, знаете, я Советского Союза Можно сравнивать Ну, думаю, на четверку, наверное На троечку А что у нас плохо? Ну, во-первых, цены Ну, импортные товары Ну, и, в принципе, проезд Ну, дорогой, в принципе Ну, наверное, может быть, два или три, не больше То есть, плохо все, да? Ну, я считаю, что да В России От одного до пяти Могу по себе сказать, что, в принципе, ничего не сменилось в последние пять лет Один или пять? В течение пяти лет последних Ничего, в принципе, не изменилось Это лично у меня Нет, мы именно по пятибальной шкале То есть, вот как в школе Оценку какую можете поставить? Свою личную жизнь Да нет, в принципе, страны можете Страны? Ну, я думаю, что люди стали чуть-чуть хуже Но это временно Все наладит скоро Все будет хорошо Наверное, три с половиной Смотря что такое условия жизни Четыре? Четыре, да? Да, будем так На пять Все хорошо, да? Хорошо А вы? На четыре Не очень все хорошо Четыре Мне кажется, пять А мы в России не живем А почему пять? Все в порядке? Все в порядке тут Я вот приехала, допустим, мне все тут нравится Все устраивает А у вас, вот откуда вы приехали? Ну, у нас, да Надеюсь? Да В Казахстане надеюсь? В Казахстане вообще супер Даже лучше, чем у вас Субтитры сделал DimaTorzok